ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Ожидаемо после смертельного ДТП, которое в Москве устроил актёр Михаил Ефремов, в Госдуме выступили с инициативой ужесточения наказания для пьяных водителей. Один из депутатов потребовал ввести конфискацию транспортных средств у таких шофёров. Соответствующий законопроект будет разрабатываться совместно с ГИБДД. Ранее стало известно, что в ближайшее время может быть ужесточена ответственность для водителей за отказ от освидетельствования, если в автомобиле находится ребёнок. Речь идёт о штрафе в 50 тысяч рублей и лишении прав на срок до трёх лет. ТРАССА СТО ОДИН В МВД снова заявили, что готовят новый упрощённый порядок проверки водителей на алкоголь и наркотики. Она будет проводиться с помощью некоего прибора, о котором пока мало что известно. Сообщается, что результат он выдаёт в течение нескольких секунд. Работает при температуре окружающего воздуха от минус пяти градусов до плюс сорока пяти. Проверять таким образом можно будет всех водителей подряд, загнав их в своеобразный коридор. ТРАССА СТО ОДИН Хонда отзывает по всему миру почти полтора миллиона автомобилей. Например, это модели Аккорд, Цивик, HR-V, Джаз и другие. Затронет ли сервисная компания Россию, пока не ясно. Причиной переполоха является возможный выход из строя топливного насоса. О том, что он функционирует с перебоями, может свидетельствовать потеря мощности и внезапная остановка двигателя. ТРАССА СТО ОДИН КИА снова повысила цены на новые автомобили. Подорожали пять из шестнадцати представленных в нашей стране моделей. Серата, Оптима, Селтас, Спортедж и Соренто Прайма. Прибавка составила от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Таким образом, например, популярный кроссовер Спортедж стоит сейчас от одного миллиона четырехсот сорока четырех тысяч девятисот рублей. А один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч рублей – это новый начальный ценник Volkswagen Tiguan. Немецкий автопроизводитель поднял планку сразу на сорок тысяч. Также подорожали Passat и Touareg. ТРАССА СТО ОДИН Увеличение числа выданных автокредитов имеет и обратную сторону. В России растет число граждан, которые по таким займам не платят. На ситуации сказалась и пандемия. По словам экспертов, многим нашим соотечественникам было невдомек, что нерабочие дни – не повод рассчитываться по автокредиту. В целом, сообщает РБК, примерно каждый десятый автокредит сейчас является проблемным. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН